Аллахумма салли аля сейдина Мухаммадин, аля аля сейдина Мухаммадин. Неверные замышляют убийство пророка, алей-иссаляту вассалям. Как ни старались курайшиты, они не могли помешать пророку, алей-иссаляту вассалям, распространять ислам. Тогда у них созрел коварный план. Они решили убить пророка Мухаммада, алей-иссаляту вассалям. Один из самых ярых противников пророка, салли алей-иссалям, Абу-Джахль, обратился к своим соплеменникам. «О курайшиты! Мухаммад, салли алей-иссалям, отверг все наши увещевания и продолжает хулить нашу религию, оскорбляет наших предков и унижает идолов. Я клянусь, что принесу самый тяжелый камень, который только смогу поднять и разобью ему голову, когда он склонится в земном поклоне во время намаза. Потом вы можете выдать меня людям Абу-Талиба или защитить от них. Но я это сделаю». Курайшиты ответили ему. «Клянемся нашими богами, мы ни за что и никогда не выдадим тебя. Делай, что задумал». На следующий день, когда наш любимый пророк, салли алей-иссалям, молился у Каабы, Абу-Джахль с большим камнем в руках приблизился к посланнику Аллаха, алей-иссаляту вассалям. Но в последний момент он вдруг отскочил, побледнев от страха. Камень выпал из его дрожащих рук. Увидев это, Курайшиты спросили, что с ним случилось. Абу-Джахль рассказал. «Когда я приблизился к Мухаммаду, алей-иссаляту вассалям, чтобы убить его, я вдруг увидел верблюда с огромной головой и страшными оскаленными зубами, который хотел накинуться на меня и съесть». Позже благословенный пророк, алей-иссаляту вассалям, сказал. «Если бы Абу-Джахль приблизился ко мне хотя бы еще на один шаг, ангел Джабраил разорвал бы его». Однажды посланник Аллаха, алей-иссаляту вассалям, пришел, как обычно, помолиться Каабе и застал там толпу Курайшитов. Они беседовали о своих делах. Язычники тут же набросились на пророка, алей-иссаляту вассалям, со словами «Это ты запрещаешь нам поклоняться богам наших предков». Они стали толкать его со всех сторон, рвать на нем одежду. «Да, это я запрещаю», – ответил любимый пророк, алей-иссаляту вассалям. И тогда Укба ибн Абу-Муайт, подскочив сзади, набросил на шею пророка, алей-иссаляту вассалям, скрученную накидку, пытаясь задушить его. Кто-то из сочувствующих исламу побежал за Абу-Бакром и сообщил «Там у Каабы схватили твоего друга». Прибежавший Абу-Бакр отбросил Укбу в сторону и воскликнул «Неужели вы хотите убить человека только за то, что он говорит «Господь мой Аллах»?» Услышав эти слова, Курайшиты набросились на Абу-Бакра, как дикие звери, и беспощадно били, пока он не потерял свое сознание. Полуживого Абу-Бакра на циновке отнесли домой. Никто не верил, что Абу-Бакр выживет, однако к вечеру он пришел в себя. Первое, что Абу-Бакр спросил, как чувствует себя посланник Аллаха, алей-иссаляту вассалям. «Пока не увижу Мухаммада, я не буду ни пить, ни есть», — сказал он и отказался от еды. «Когда стемнело, Абу-Бакр отвели к пророку, алей-иссаляту вассалям, находившемуся с мусульманами в доме Акрама. Когда стемнело, Абу-Бакр отвели к пророку, алей-иссаляту вассалям, находившемуся с мусульманами в доме Акрама. Абриджи-саляту вассалям, находившемуся с мусульманами в доме Акрама. Абриджи-саляту вассалям, находившемуся с мусульманами в доме Акрама.